Сейчас на областной станции переливания крови заготовлено около 180 литров плазмы, содержащей антитела. Больницам выдано более 20 литров. Подготовку к забору плазмы начали еще в мае, потом формировали донорскую базу, в ноябре начали забор и выдачу антиковидной плазмы в лечебное учреждение. На сегодняшний день есть несколько взглядов на применение антиковидной плазмы. Есть, что она применяется тотально всем пациентам средней тяжести, которые находятся в стационаре на второй-третий день лечения. И есть позиция о применении ее в момент потяжеления перевода пациента в реанимацию. Потеря пол-литра крови не считается боевой потерей, и человек после этого может получить автомат и пойти в бой. Сегодня в бой с коронавирусом пошли министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян и главные врачи медицинских учреждений Самары. Сегодня мы становимся донорами плазмы, которая будет направлена для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Но это группа врачей, медицинских работников и системы здравоохранения, переболевших новой коронавирусной инфекцией, у которых есть в крови необходимые антитела. И поскольку метод лечения донорской плазмой является перспективным, серьезным методом лечения, особенно для группы пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекцией. Поэтому свой вклад в виде того иммунного ответа, который создан в нашем организме, мы будем передавать тем пациентам, которые сейчас в нем нуждаются. Сдать кровь и плазму, содержащую антитела, может любой переболевший коронавирусом. Для этого нужно, чтобы с момента получения отрицательного теста на COVID после болезни прошло две недели. Кроме того, у человека не должно быть хронических заболеваний. На станции его протестируют несколькими системами. Сдача крови займет от 15 до 20 минут. Плазма чуть дольше, около 50. Препарат разделяет ее на фракции, эритроциты возвращаются в кровь донора, а плазму фасует в пакет. Медицинский работник не может оставаться в стороне от происходящего в мире ситуации. И я, как руководитель большого крупного учреждения, которое также стоит на страже, как в общем целом хирургических ситуаций, так и сегодня в борьбе с лечением с COVID-19, считая своим внутренним, наверное, долгом, дать кровь. Обычно кровь после сдачи находится в центре переливания на карантине в течение 120 дней. Но в случае с плазмой, содержащей антитела, применяется метод вирус-инктивация, что позволяет направлять ее в областные больницы уже на следующий день после заготовки. Олег Зверев, Виктория Шарая. События. Продолжение следует...